И вновь здравствуйте, господа и дамы, с вами Севен, и мы продолжаем проходить такой замечательный квест, как Postmortem. В предыдущей серии мы с вами много чего узнали, послушали записи Кауфнера в домике, скажем так, назовем это домиком миссис Луизо, но и в общем-то остановились на том, что мы не знали, куда идти, и честно говоря, я действительно подглядела, ну как, относительно подглядела, я просто совсем забыла об одной важной вещи, мы просто ее пропустили немножко, а я о ней и забыла, в общем-то. У нас там еще одна загадка-то есть, в общем-то, рядом с алхимическим вот этим набором, как вы помните, там такое золотое колечко было, а я просто немножечко невнимательно ходила и пропустила там одну вещь, дай-то бог вспомнить, где она тут, надо ее найти где-то. В общем, где-то на полках будет золотое, скажем так, колечко, назовем его так. И вот где-то тут, в этом золотом кольце, вот оно. А, в общем, сейчас нам нужно решить загадку, и вот это я ненавижу, эту загадку. Господи, опять загадки. Пощадите меня. А, вот, в общем-то, эта ужасная книга. Сейчас мы воткнем. Не хочешь тыкаться, что ли? Че такое-то? Ну, воткнись. Вот. Раз, два, три, четыре. Да. Как это сделать? Непонятно. Я не помню. Я не знаю. Ничего не знаю я. Там у нас... Дайте-ка я привстану, ни черта не вижу. Марс, как я понимаю. А, и какая-то хрень. Это что за буквы вообще-то? Как Ю? Ну, в общем, я не знаю, как это решать. Не знаю. Догадываюсь, но нет. Хорошо, давайте. А, это у нас один, да? По идее. А, один попробуем. Нам нужно вот это все сюда. Я так понимаю. Насколько я помню. Д, а, это Д было. Так, нет, я ни черта не вижу так. Д и Н, или что это за буква такая? Ну, вот эта линия, она как бы намекает, да? На то, что вот эти три буквы нам нужны сюда. Д. Давайте Д куда-нибудь. Д. Это у нас... Д у нас какая? Раз, два, три, да? Хрень, получается. А, и там... Что там? Н? На Н похоже. Давайте Н попробуем. Л, Г, Х, К, Л, Н, Н. И это... Раз, два, три, четыре, пятая. Не катит? А, тут еще. Боже, тут еще. Господи, посмотрите только. Кошмар. А тут-то что делать? То же самое может набрать. Это бред, по-моему. Ух. Может наоборот... Пе... Вот я не понимаю эту загадку. Вот хоть убейте. Вы понимаете? Я нет. Может быть... А, Н, Д, то есть... Энт, И, как бы... Не знаю. Попробуем так. Я вообще не знаю, от чего это зависит. Я не помню вообще в упор просто. О, господи. Как это решить? Подождите. Я вот помню, я тут реально застряла надолго. Так хорошо застряла. А, может быть... По мере возрастания, то есть... Сперва А к солнцу ближе, да? Смотрите, идет. О, я не знаю, прям даже. Сперва А, потом у нас идет... Подождите. А у нас на единице, да? Ну, допустим. Раз. Потом двоечка идет на F. Что это дает нам? Я не понимаю. Двойка на F. Давайте вот здесь попробуем двоку. Просто я не знаю, как это логически объяснить. Не спрашивайте. Я не знаю. Потом у нас на тройке D. D, тройка. Четверка R. Четверка вот стоит. Так, четверка, пятерка. Это что у нас, Н? Или что это за буква? Н? Пятерка. Пятерка. Шестерка, семерка. П. Пятерка. Подождите. Пятерка. Шестерка, это здесь должно быть. Ну, это хрень получается. Я не знаю, как это решать, честно. Объясни. Хоть, блин, перевели бы. Я не знаю, что. Как это решать? Не понимаю. Вот как? Давайте здесь 1, 2, 3 поставим. Я не знаю. Я помню, здесь, по-моему, особо таки с числами так заморачиваться не надо. Здесь, по-моему, тупо 1, 2, 3. Что-то, ну, что-то вот с тройками, с двойками связано. Ничего такого особенного. Так, давай 1. Хренатенька, это я могу. По-моему, там даже не должно быть какого-то определенного слова. Там то ли последние буквы какие-то должны выстроиться. То ли еще что-то. Я не знаю, я сейчас рано там просто напеваю, потому что я не знаю, как это решать, честно. Я вроде тогда я так и не поняла, я не помню, как я решила. По-моему, я подведела, кстати, вот эту загадку как раз-таки. Потому что я... Я там какую-то технику выработала, там сидела, я не помню, сутками, по-моему. Ну, как сутками, несколько дней я здесь просидела над этой загадкой. Есть ли смысл вообще здесь что-то вводить? Не знаю. Может быть, Дан попробовать? АДН или АДН? АДН. Если так по колесам смотреть. Дан у нас на какой-то... Раз, два, три, четыре, пять. Что-то мне ошибиться-то случайно. Д у нас на троечке. Ну, я на единице. По типу. Что-то там буквы какие-то появляются. Ничего нам это не дает. Три, пять. Абракадабра какая-то. Ну, как бы, не это, да? Ну, вот как вы это решите? Вот объясните мне. Я вот вообще, я... Может, здесь слово какое-то надо, но это вам бред, потому что... Смотрите, справа вот как раз-таки три буквы. Нам три буквы прям вот перечеркнули. То есть, их нужно выбрать, я так понимаю. Да, может, какая-нибудь. Я не знаю. Как это вообще логически? Вот объясните мне кто-нибудь. С алхимией там ладно. Там, да, там просто... Там, в принципе, понять можно. Просто там не сильно тупить уж совсем. Там можно за полчаса даже решить. И... Ну, у меня получилось это за час. Своей невнимательности. Но это не важно. А здесь-то чего? Как это сделать вообще? Какое-то гребанное солнце. Какие-то три гребанных буквы. Непонятно, как они вообще с друг другом связаны. Над? Вряд ли. Ант? Промплили вроде. АДН... Не знаю, может быть. Не знаю, как это... Как это логически. Пытаться даже. Ну, господи. Так, давай. Один. Два. Не катит, да? Три. Тоже как-то не очень. Там, по-моему, какое-то слово должно. Где-то просто выползти. Смотрите, у нас этих шесть. И раз, два, три, четыре, пять, шесть. А здесь семь. Так что уже не подходит. Слушай, а может быть надо буква алфавита? То есть в какие они по счету? А у нас единицы, да? Д у нас А, Б, Ц, Д, четверка, правильно? Ой. Черт, ладно. Н, господи, какая она там по счету? Она же уже писала. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Ну, там семь, восемь, да, допустим. Господи, подожди. А, Б, Ц, Д, Н. Я сейчас буду с этим немецким путать. А, и К, А, подожди. Я так не могу, раз, два, три, четыре, пять, шесть. Чё там, семь, восемь, девять, десять. Ну ладно, в итоге уже не получается. КЛМН, поэтому там вообще не влезает никуда. Если только попробовать вот это вот сделать ноликом. Типа того. Ну это бред. А может быть, может быть, не н взять, а ф какой-нибудь, я не знаю, хотя бы вам это бред. Чё там поле получилось? Пол, полуин. Не, ну это бред. Какая-то у нас ф по счету будет. Ой. Хренька, это выходит, ей-богу. За что мне это? Давайте логически. Не, ну это вот, вот эту загадку я правда не понимаю. Хоть убейся вообще об стенку здесь. Не понимаю просто. Причём я помню, что я над ним мозг просто у меня взорвался уже, я уже с ума сходила, я уже там и рандомом набивала. Как я только не делала, в итоге всё заканчивалось печально. В итоге я, по-моему, действительно подсмотрела. Но суть в том, что там оказалось, на самом деле, всё просто, и при этом я не поняла, даже после того, как я посмотрела решение, от чего это вообще зависит. Я помню, здесь вот один, три, вот такие вот какие-то цифры, ну то есть незначительные. А здесь то ли один, два, три просто подряд шло. То ли ещё. То есть вот эти штуки они вообще как-то не влияют ни на что. Давайте, а я попробую. Я не знаю, просто или всё-таки нет, давайте. Ой, так, подожди. Три. Наоборот вот так вот сделаем. Я не знаю, конечно, что это не отдаст. Чё делаю вообще? Ладно, сейчас. Ну давай уже, быстрее, господи. Как это хрен на тень? Стоп, подожди. Нет, стоп. Д, Е, Ф, Г. Смотрите, первая буква. Х, И, Й, ну, немецкий. К, Л. Так, подождите. Где-то у нас Е должно... Ну, с Е же должно начаться. Ну, это С, извините. А, вот ещё, да, тут зависит. У нас какие-то А, Д, А, Н, Д, да? Подождите. Может быть, если смотреть вот по этим бокам... Дна опять будет. С, Д. Нет, не подходит. Значит, давайте здесь Н попробуем. Хлоп, подождите-ка. Это влияет? Да, влияет, смотрите. Вот. О, В. Хреново, правда, как-то влияет. А, ой. Подожди, почему здесь у меня две двойки? О, господи, какая хрень происходит, да? А, подожди, один, а здесь пускай три будет. Я не знаю зачем, но пускай будет. Попробуем... Да, опять какая-нибудь. О, как раз... Еликс, что-то там. Да, давай. Нет? Не подходит? Ноп. Так, ладно. Короче, я не знаю, что тут делать. Вот это я не понимаю. Это просто... Хоть убейте. Над тоже не подходит. Д. У нас какая там по счету третья? Ай, черт, валаш. Третья. А, у нас первая. Пятая. Ну, это хрень выходит. Короче, ладно, давайте я останавливаю запись, пойду посмотрю ответы, потому что... Все. Я вот эту загадку никогда не понимала. И... Мне будет даже интересно сейчас посмотреть, как она решается, и потом опустить ее по полной, потому что это вообще ужас. Так, продолжаем. В общем, логика моя была правильной, то есть ADN 531, но только я, как и тогда, много-много-много-много лет назад вводила почему-то коды, точнее числа здесь, а здесь на самом деле надо было оставить пустое, а здесь, а не здесь. А вот сюда вводить, сейчас мы это попробуем сделать, прохождение, сказала то, что ADN, в общем-то, как я и говорила. Сверху вниз, сейчас попробуем. Не знаю, иногда мне так нравится, когда иногда делают прохождение, при этом сами какую-то хрень пишут, и хрень поймешь вообще. Так, это надо проигнорировать, чтобы здесь все пусто было. Ну, что такое? Хотя стоило, конечно, догадаться, потому что здесь-то пусто, как бы, чтобы здесь было пусто. Ну, ладно. Но все равно, конечно, могли бы чуть-чуть побольше подсказывать, хотя здесь, на самом деле, все просто. Я же догадалась, что 351, просто не догадалась, что, блин, вот почему, что тогда, 8 лет гребанок назад, я сюда вводила, вместо того, чтобы сюда, хотя, по идее, то сюда надо. В общем, не знаю, какая логика здесь у меня. Никакой, наверное. Ну, не важно. Главное, что я догадалась, что ADN и 351 это самое главное. Ну, и что, 351, 531, точнее. ADN там 5, 2, 5-2. Ну вот. Нет? Нет? Не работает? Может, сюда что-то вставить надо? Ну, почему не работает? 5, 3, 1. Правильно? Может, надо наоборот? Потому что, как бы, А, 1, нет? Хотя нет, А, вот, 1. Даже прохождение не помогает. Ну, по идее, логика какая-то правильная, да? Может быть, не ADN, а ADN попробуем, AND, чтобы получилось. Ну, давайте так попробуем, раз уж такие пироги. В основном, даже прохождение не хочет помогать. Нет? Зачем, боже мой? Ладно, давайте-ка, вверх ногами попробуем. Че за день, а? Че за жизнь? AD попробуем сперва так. AD5. Ой, AD5. Такого случая, дело в 3. Че я творю, господи? Так, N5 и здесь 3. Нет, не работает. Понятно. Ладно. Попробуем так. Я не понимаю, просто даже. Уже даже в прохождении написано. ADN. Написано ADN сверху вниз. Не наблюдаю, я че-то сверху вниз, откровенно говоря. D у нас на тройке. Ну, ты работать будешь? Не знаю, может нажать, куда-то здесь надо на тебя, я не знаю. О, господи. Ладно, давайте тупо, как в прохождении написано, будем уже смотреть. Может, чоколады нажать надо? А, стоп, ADN. Какого-то черта. ADN, правильно, правильно. N у нас на пятый стоит. 5, 3, 1. Нет? Никак? Ну, это бред. Ну, ладно, N у нас на пятый, давайте здесь тоже попробуем внести. Ну, это бред, по-моему, да. Подождите, 5, 3, 1. Правильно, правильно. Какого черта это не работает? Зачем? Боже мой. Я вас умоляю. Кому это надо, правда? Может, это баг? Ну, не хочет работать, ну, смотрите. Я уже даже по прохождению, уже и своими силами, и прохождением, и уж что я только не сделала. А, на первой орбите, правильно? Вот она, первая орбита. Все хорошо. D у нас на третий. N на пятый. В чем проблема? Я не понимаю, Ра. А, ND мы пробуем, я уже поняла. Я не могу играть стоим уж. Сиди меня темно слишком. Так, подождите. Три. Трижды. Пять. Нет? Так, стоп, подождите. Давайте, знаете как, может быть, может быть, сперва с нуля начнем, может, это как-то влияет на это. Давайте, А, Д, Н. Как пишут, то как будем делать. А, Д, Н, правильно, правильно. Так, раз, два, три, четыре, пять. Храмовники, смотрите. The Templars. Так, ну, значит, мы правильно идем, да? Так, три. Раз, два, три. Какая-то хрень. Один. But he could not stop me from... Чего? From кто? From Joy? А, from joining the Templars. Но он не сам может остановить меня от присоединения к храмовникам. Ну, хорошо, мы получили. И чего? Должна быть заставка, судя по тому, что мы, в общем-то... Здесь я бракодавру, получается, не важно. Ну, так и... Нет? Ну, слова там оплатили. Ну, господи, какого черта, а? Один. Пять, три, один. Чего вам еще надо от меня? По туториалу должна быть заставка. Люди, обеспечьте, пожалуйста. Может, я что-то не тут делаю? Я не знаю. Пойду читать дальше, потому что эта хрень какая-то происходит. Может, это баг, правда? И вновь. Здравствуйте. В общем, действительно, действительно, это был баг. Достаточно старый, кстати говоря, баг. Я, когда почитывала как раз-таки об этой проблеме в интернете, вспомнила, что да, есть такой, есть такой баг. Существом то, что русская версия все портит. Вот, потому что что происходит на английской версии. Сейчас будет много текста. Я не буду это переводить в процессе. Послушаю, а потом вам переведу. Существует... 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 Yes, Saint-Denis is smiling on me. The head purifies me. As God is my witness, I, Simon Lebel, in this year of our Lord, 1305, shall enter the body of Pierre Lebel de Clemency Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok 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 Субтитры сделал DimaTorzok 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 переселилась и говорит, ох, ура, черт возьми, у меня получилось, голова Бафамита мне помогла, я в новом теле, в молодом, сильном, теперь мне, ну, все, все горы покорятся, и Аделин будет со мной рядом, но, похоже, она его кинула, причем с каким-то там мужиком левым, если я правильно поняла, в общем, что там сказано было, суть в том, что она должна была ухаживать за его телом молодым, но так уж получилось, что она его бросила, и он там был весь в печали, и, в общем-то, потом появилась эта Фэй, и он говорит, ох, ты же ее коломоне, она вернулась, она, ее прекрасное лицо, я, наконец-то, смог ее увидеть, вот она прибудет завтра там с Кауфнером, сейчас она у него там, они разговаривают, бла-бла-бла, в общем, все это мы читали, на самом деле, до этого, все понятно, все, ну, все примитивно, ничего нового мы не узнали, чисто для атмосферы это было интересно, ну, в общем-то, на этом, я думаю, мы эту серию закончим, она была немножко куцей такой из-за этой загадки дурацкой, с этими шариками, ну, в общем, ой, не шариками, а колечками, в общем, не сложная загадка, но дебильная, хотя, может, это у меня логика такая, все-таки память, она такая, потому что я, я вот, что тогда, что в этот раз почему-то начала слева набирать, я не знаю, почему, вот честно, хотя, по идее, там, логично было предположить, как раз-таки, действительно, что слева нельзя, потому что справа закрыто было, в общем, я не знаю, почему мне слева захотелось набирать, что тогда, что в этот раз, не знаю, в общем, женская логика, ссылайтесь все на то, Ну, зато я АДН и 5.3.1 угадала. Это самое главное. В принципе, хотя там было легко. В общем, не важно. Если эта серия вам понравилась, ставьте пальцы вверх, подписывайтесь на канал и увидимся мы с вами уже в следующей серии. До конца игры осталось просто буквально считанную минуту. Я бы так сказала. Я думаю, в лучшем случае мы с вами уложимся в одну серию. В не очень лучшем, в две серии. Ну, скорее всего, в две. Хотя, как получится, на самом деле. В общем, будем продвигаться вперед. Осталось совсем чуть-чуть. Я надеюсь, вы взволнованы, если вы никогда не играли в эту игру. Ну и, в общем-то, увидимся с вами в следующей серии. Всем огромное спасибо за ваше внимание. С вами была Севен. Всем удачи и пока-пока.